Вступил в должность президент и в соответствии с Конституцией правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. Начиная со формирования нового правительства. И мы видим, что этот процесс интересен журналистам, узкому кругу политологов и непосредственно участникам процесса. А остальные, в общем-то, этим и не интересуются. Казалось бы, удивительно, по Конституции это очень важный орган с очень широким кругом полномочий, поскольку именно правительство осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации, а не президент. Но как только мы начинаем интересоваться деталями, мы видим, что по Конституции правительство у нас достаточно сильно ослаблено. Да, взята модель такая же, как во Франции. Президентско-парламентская республика, это означает, что формирование правительства и его судьба зависят от двух игроков. От президента и от парламента. Но вот детали влияния президента и парламента сильно отличаются. Во Франции президент формирует правительство и правительство должно получить поддержку целиком вместе с программой правительства, парламента. Если программа правительства поддержки не получает, то правительство обязано подать в отставку. Да, президент, как глава государства, имеет право распустить национальное собрание, палату парламента, если он не согласен с подобным решением. Но он не может это сделать в первый год полномочия этой палаты. И в конечном счете правительство должно получить согласие и поддержку парламента. Деголь считал, что правительство должно быть моим правительством. Так было, пока у него была полная поддержка. Но как только стали разные направления политически у президента и у парламента, возникла ситуация сосуществования. И поэтому во Франции при правом президенте и левом парламенте правительство будет левое. Последнее слово остается за парламентом. У нас ситуация иная. По православному, можно сказать, обычаю, президент будет предлагать кандидатуру председателя правительства, и Государственная Дума имеет право три раза отказаться. Вот если она три раза не поддержала кандидатуру, тогда президент распускает Государственную Думу, назначает председателя правительства и объявляет новые выборы. И в этом случае никакой защищенности в первый год там избрания не существует. То есть последнее слово в нашей ситуации у президента. И поэтому если президент правый, а парламент левый, то у нас будет правое правительство. И самое главное существенное отличие заключается в следующем. Если французское правительство имеет поддержку парламента, то оно будет работать, и президент не имеет права самостоятельно отправить правительство в отставку. Оно должно либо само подать в отставку, либо это решение принимает национальное собрание. В нашей ситуации над правительством постоянно висит домоклов меч возможной отставки. Это может сделать президент своим указом в любой момент. И все это приводит к тому, что правительство не является самостоятельным органом со своей политической программой, со своими серьезными возможностями. Правительство превращается в технический орган при президенте и его администрации. Там принимаются основные политические решения, а здесь они находят только оформление. Это достаточно привычная для нас исторически традиция. В свое время существовал кабинет министров, но политическое руководство осуществлял монарх, царь. И, например, тот же самый всесильный министр финансов Сергей Юрьевич Витте был назначен председателем кабинета министров. Он был страшно расстроен, он понимал, что это отставка, он перестает быть серьезным министром с большим объемом полномочий, а на месте председателя правительства он ничего не может сделать, поскольку реально эту роль выполняет царь. Такая же картина была в советское время. Совет министров находился под полным политическим и организационным контролем Центрального комитета партии, его политбюро, и поэтому представлял из себя точно так же технический орган. И Алексей Николаевич Косыгин, к воспоминаниям его сослуживцев, приходил с заседания политбюро и в отчаянии швырял портфель, поскольку все эти реформы, последний шанс, на самом деле, Советского Союза был вырваться экономически из той ситуации, которая происходила, а они тормозились политическим руководством политбюро, который предпочитал развивать военно-промышленный комплекс и не думать об экономике. И в целом я хочу сказать, что вот это является основной слабостью и основной проблемой нашей Конституции – ослабленное правительство. Это основной дефект. Раньше либо позже нам предстоит, конечно, исправлять эту позицию с тем, чтобы правительство все-таки действительно стало самостоятельным органом, чтобы оно выносило на утверждение парламента свою программу, и мы бы понимали, как эту программу, с какими средствами дальше правительство будет реализовывать. А вот сейчас мы имеем правительство, внутри идут непрерывные дискуссии между министрами, они обсуждают, какие же варианты они будут выбирать для пенсионной реформы, что они будут делать с налогообложением, но ответов на эти вопросы нет, у них есть только определенные размышления. Правительство сформировано, а программа, ну какая программа? Будет выполнять то, что им, собственно говоря, будет предписано политическим руководством. Вот эту работу нам надо делать и придется сделать, в противном случае граждане по-прежнему будут интересоваться составом нашей футбольной сборной гораздо больше, чем составом нашего правительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова